Всем привет! Добро пожаловать на канал Пербогов! Сегодня хочу поделиться с вами вкусным и очень простым рецептом запеченным картофелем под сметанным соусом. Такое блюдо можно приготовить для семейного ужина или на праздничный стол. Картофель получается очень ароматным и с красивой сырной корочкой. Готовить с аятой сразу много, чтобы хватило всем, так как оторваться от такого блюда очень сложно. Для запекания использовал форму с высокими бортами 20 на 30 сантиметров. Форму для запекания обильно смазываем оливковым маслом. По желанию можно использовать и сливочное. Очищенный картофель от кожуры выкладываем ровным слоем. Для этого блюда хорошо подходит картофель маленького размера, но если у вас крупные клубни, то разрезаем их пополам. Немного солим сверху и перемешиваем. Можно воспользоваться кисточкой, чтобы промазать картофель маслом и солью. Подготовленный картофель отставляем в сторону и начинаем готовить соус. Для этого необходимо нежные веточки укропа мелко нарезать. А 2 зубчика молодого чеснока мелко прирубить. Для соуса в глубокой чаше смешиваем сметану, укроп, чеснок, соль, перец и можно добавить любимые травы и специи. Я люблю добавлять куцхасунели. Соус должен получиться густым благодаря жирной сметане. Если у вас жидкая сметана, то добавьте пару ложечек крахмала или муки. Уже все подготовлено и остается важный момент. Аккуратно наносим соус на картофель. Сначала на каждый, а потом сверху ровненьким слоем выкладываем остатки. Форму закрываем фольгой. Запекаем блюдо в разогретой духовке при 190 градусов примерно 50 минут. Картофель должен быть почти мягким, чуть-чуть недоготовленным. Проверять лучше с помощью маленького ножа. Пока запекается картофель, на крупной терке натираем сыр. Когда картофель почти приготовился, убираем фольгу, присыпаем все сыром и убираем в духовку запекаться еще на 15-20 минут. Готовое блюдо следует подавать сразу, с полужаром. Не стоит ждать, когда оно остынет или настоится. Перед самой подачей можно присыпать немного укропа. Хотя картофель уже и так красивый. В сырной золотистой корочке. Вот так из простых продуктов, с минимумом затрат, мы приготовили запеченный картофель, который можно подать к праздничному столу. Он не только красивый, но и очень вкусный, рассыпчатый и ароматный. Очень советую вам приготовить это блюдо из молодого картофеля. А я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, ставьте класс, подписывайтесь. И как всегда я вам желаю всего самого наилучшего и вкусных блюд на кухне.